друзья я приветствую вас на своем канале сезон в самом разгаре у нас поэтому работы с мини трактора продолжаются и сегодня необходимо в первый раз я буду прицеплять и испробовать почву фрезу активную для мини трактора скаут вот постараюсь рассказать какие здесь есть нюансы и особенности ну и начнем с того что фреза вообще приходит в разобранном виде то есть ее необходимо собрать документ сопроводительной документации имеется собрать не стоит никакого особого труда но немножко надо ключами поработать руками ничего страшного вот ну чтобы присоединить ее необходимо с трактора демонтировать вот эту тяговую плиту вот она крепится четырьмя болтами здесь их откручиваем и продолжаем дальше ну тяговая плита демонтирована и видим вот такую картину здесь расположен вал внутри который получает крутящий момент от вот этой двухрядной цепи которая идет уже оттуда изнутри из корпуса коробки вот и уже вот от этой шестерни которая вращается при движении трактора то есть она если цепь одета здесь она будет вращаться всегда то есть когда вы едете вот эта шестерня вращается единственное что на разных передачах получается разная частота вращения то есть прямая зависимость вот и как видите на присоединительной части на фланце почвенной фрезы у нас вот такая картина то есть здесь мы видим цепь который уходит внутрь для привода вала с ножами и вот это вот шестерня который уже получается входит зацепление с шестерней трактора получается здесь как бы не вал отбора мощности а шестерня отбора мощности шум так называемый вот включение выключение почвенной фрезы производится при помощи вот этого рычага здесь паз есть на зубчатом колесе и рычаг получается вот в этом пазу стоит он его просто передвигает по шлицам вала то есть если вам если у нас шестерня находится слева значит значит сейчас у нас как бы положение включено переводим рычагом сюда все у нас положение выключено далее для того чтобы присоединить почву фрезу к трактору необходимо между ними установить прокладку начнем с одной вот но может потребоваться и больше поэтому я заказал себе вот еще три штучки они уже пришли вот у меня вот поэтому можно принципе вырезать из паранита ничего сложного нету также хочу обратить внимание то что в зипе идут четыре болта таких вот они длиннее тех которые стояли на прицепном на натяговой скобе и как я померил сейчас если ставить вот эти болты которые стояли от прицепной скобы вот от этой то резьба как бы заходит но не на полную глубину поэтому я думаю что вот эти вот болты четыре штуки как раз они идут именно для присоединения почву фрезы поэтому меняем болты ну все фреза подсоединена к трактору болты затянуты прокладку установлена вот смотрите такой момент когда перед тем как использовать необходимо проверить как включается фреза то есть если она включается тяжело но это конечно нужно немножко проворачивать либо за фрезу либо например трактором чуть-чуть ехать вперед там назад она должна включаться без особого усилия на рычаге то есть не надо на нее там налегать молотком стучать или еще что то если таковой момент имеется необходимо тогда подложить еще одну прокладку то есть болты вот эти отсоединить и еще одну прокладку поставить и проверить заново потому что все таки сами понимаете из допуски посадки вот это вот эти плиты могут быть обработаны немножко плюс-минус туда-сюда и шестерни могут друг на друга на зуб на зуб как бы ну в натяжку попадать поэтому этот момент тоже не упустите соответственно если насильно включать или все дела то подшипники долго не проходит соответственно но теперь давайте посмотрим что из себя представляет данная почва фреза как она выглядит какие основные элементы имеет конструкция но первых это сам корпус внутри где расположен редуктор рычаг включения далее идет вот нижняя часть редуктора внутри стоит цепная передача здесь вот вал с ножами так опорное колесо имеется но опорное колесо я так понимаю конечно все таки нужно в тех случаях когда обработка идет по тяжелым задернелым грунтом если обрабатывать старо пахотные земли либо уже уже на плюс осень и спаханные весной перекрутировать то я думаю принципе от этого колеса нужды нету его можно просто снять вот этот фланец раскрутить и колесо вообще убрать поэтому и обработка будет лучше и следа за фрезой оставаться никакого не будет то есть обработка будет ровненькая гладенькая вот что еще ножи как вы видите они здесь как вот по заводскому они отштампованные такие они и есть вот видите то есть они тупые абсолютно тупые поэтому перед первым применением хотя бы ну и в дальнейшем конечно смотреть следить немножко их подточить то есть поэтому сейчас я возьму болгарочку и все это дело подточу также хотел бы обратить внимание на то что при работе с почвенной фрезой колею задних колес ну соответственно как и передних нужно делать прям на самом минимум то есть практически колесо от колеса до кронштейна крыла остается буквально там сантиметр-полтора наверно чтобы ну уже не терла потому что если будет колесо шире то соответственно фреза не сможет обработать полностью след колеса и поэтому после фрезы останется необработанный участок такой вот с этим колесом я сделал также то есть оставил минимальный минимальный зазор до крыла опять же чтобы повторюсь чтобы убавить этот зазор отрегулировать колью не обязательно прибегать к помощи домкрата автомобильного или еще каких-то подъемных средств у него есть навеска с гидроцилиндром достаточно только подложить сюда какую-нибудь какой-нибудь пенек или бруски как я в данном случае и прям гидравликой надавить и он сам себя приподнимает вот и далее расслабляется вот этот фланец вот эти четыре болта вот и колесо двигается уже в нужную сторону по полуоси куда нужно но все принципе фреза готова ножи я подточил они теперь стали уже такие довольно остренькие то есть сейчас даже дерзодернелую почву он возьмет нормально вот болты еще раз все проверил подтянул на всякий случай вот ну и конечно не обязательно обязательно ни в коем случае не забудьте залить трансмиссионное масло вот сюда то есть в корпус фрезы он стекает туда иначе подшипники трущиеся детали все очень быстро выйдет из строя а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...